всех приветствую это канал александр play и сегодня у нас с вами 16 урок по импровизации и конструированию музыки спонтанному на ходу причем обратите внимание хотя может быть другие уроки будут еще и где мы будем заранее что-то придумывать но интереснее все-таки спонтанная на баяне значит с нуля вот такой вот плейлистик я на канале еще давно открыл и нужно его продолжать он тоже будет продолжаться ну как я надеюсь до бесконечности пока мы с вами не придем уже не просто к тому что будем рисовать так сказать учиться линии кружочки а уже будем какие-то картины рисовать пока еще мы с вами тренируемся начальные начальные импровизации но они включают себя уже случайное перемещение по клавишам но так с первого урока и было то есть процесс случайного выбора процесс случайного выбора сегодня мы с вами будем усложнять условия этого выбора каким образом на прошлом уроке напоминаю мы с вами изучили параллельные тональности и сегодня мы будем с играть уже используя ну образно говоря не не три аккорда всего а целых шесть целых шесть аккордов потому что тоника субдоминанта и доминанта в одной тональности и тоника субдоминанта и доминанта в параллельные тональности каким образом мы будем играть ну начнем начнем мы пожалуй с ля минор не с до мажора с ля минора сначала мы будем играть тоже по принципу бас и три аккорда тонику потом субдоминанта потом доминанту потом тонику а дальше пойдет тоника параллельного мажора то есть до мажор субдоминанта параллельного мажора фа мажор доминанта соль сепп и снова тоника а дальше опять возвращаемся в минор опять ля минор ре минор ми сепп и чтобы было логично еще раз этот квадратик играем в миноре вот почему еще раз играем потому что ну вот считайте мы сначала сыграли один раз в миноре потом еще один раз в мажоре потом третий раз снова в миноре и надо еще четвертый раз для завершения и тогда будет логично вот поэтому ну вот таким образом вот таким образом дальше дальше вы уже знаете звуковые составы тоник субдоминант и доминант вот этих тональностей мы с вами все это изучали но сегодня у нас в доминанту добавляется еще один звук еще один звук то есть в правой руке мы будем выбирать уже из звукового состава доминанты не просто из мажора а из септаккорда вот который у нас на баяне если говорить конкретно а в музыке понимаете музыки просто слова септаккорда но еще ничего не значит они бывают разных видов если конкретно вот как какой нам на баяне вот именно на этом ряду то это малый мажорный септаккорд если точное название это малый мажорный септаккорд вот таким образом нам надо выяснить а какой же четвертый звук будет добавляться в правой руке и это еще один выбор и все ваши импровизации вот по данному видео они должны включать в себя чтобы обязательно появился вот этот четвертый звук ну поехали сначала у нас две параллельные тональности лямо лям минор и до мажор лям минор и до мажор для минор я напоминаю тоника ля до ми-тоника ля до ми то есть мы выбираем из любых звуков ля либо до либо ми суб доминанта ре фа ля выбираем любые тоже либо ре либо фа либо ля а доминанта в левой миссии а в правой мы на прошлых уроках выбирали из ни мажора потому что он не септу не противоречит я сейчас если говорю септ это всегда вот тот который я сказал то есть применительно к баянистам поэтому уже повторяться это не буду что он малый мажорный септаккорд не какой-то другой вот я это буду понимать под септаккордом именно вот на протяжении всего данного видео итак значит не мажор это ми-соль-диа-си вы знаете а чтобы получился септ аккорд который на баяне у нас на левой клавиатуре малый мажорный нужно нужно еще добавить септиму то есть тон этот тон будет называться септима аккорда и действительно между это будет нота ре если по отношению смотреть по отношению к ноте си то это добавляется как бы от ноты си вверх малая терция малая терция и у нас получается ми-соль-диа-си ре вот как угодно его описываете можете как описать что это ми мажор и плюс еще от ноты ми вверх малая септима ми-си большая терция потом соль-диа-си малая терция и си-ре еще малая терция очень легко на баяне малые терции строить потому что я на прошлом видео говорил это просто звуки по одному ряду вот рядом расположены это здесь например здесь здесь неважно хоть где вот они малые терции и вот к ми мажору надо просто вверх ее прибавить значит на этом же ряду нажать еще мизинца и так будет собственно со всеми аккордами у них у таких вот септ аккордов получается всего два штампа если от второго ряда вот такой штамп от первого ряда например от до тоже такой же штамп а третьего ряда уже вот другой штамп там например к сих фа мажору прибавлять но опять таки видите на одном ряду просто большую терцию вверх вот будет уже такой штамп второй и все вот вся механика все очень просто мы сейчас досконально рассмотрим как они называются еще эти звуки именно что это за звуки значит поехали теперь надо уже быстрее иначе может надолго это все дело затянуться нам нужно перейти все-таки импровизации я там еще скажу там тоже не все так просто я уже дам вам большую свободу большую свободу вы дам итак значит доминанта в ля миноре у нас будет и нужно обязательно чтобы звук рэ тоже вашей импровизации участвую и параллельный мажор до мажор у него доминанта соль сэпт это соль си рэ и вот добавляем фа соль си рэ фа вот она септима этого аккорда я напоминаю первый звук аккорда любого называется основной тон следующий звук торцовый тон следующий звук квинтовый тон а вот еще следующий звук если это септ аккорд это называется септима я не слышал чтоб называли как септимовый тон или еще как-то просто септима аккорда основной тон терция квинта септима ну почему так но очень просто потому что соль си это терция соль ля си видите три ступеньки терция соль рэ это смотрите соль ля си до рэ 5 квинта вот он называется квинтовый тон а соль фа это соль ля си до рэ ми фа 7 это септима постепенно мы с интервалами разберемся вам сейчас главное просто запомнить что вот он мизинчиком еще так выстраивается и когда вы это достроите вы должны вот это множество звуков как бы выучить где что она везде на клавиатуре везде вот эти соль сиро фа конечно желательно арпеджо поиграть по септ аккордом мы еще с вами не играли но вот тем не менее должны бы это запомнить и в импровизации это впитать собственно и все вот теперь теперь про левую руку я сказал что будем играть про правую сказал что добавится в доминанте мажора и минора вот еще один звук чтобы мы уже в правой руке ходили именно по доминант септ аккорда не просто по доминанте в виде мажорного предвучия надо усложнять и значит теперь как мы будем играть на этом уроке эти все импровизации на прошлых уроках мы с вами играли разными длительностями сейчас начинается уже штриховая импровизация то есть если вы играли скажем вот так ну и дальше что-то переплетали вот разные варианты пробовали сейчас уже пара в разных штрихах например видите элегато 2 стаката или наоборот или все стаката или как-то так вариантов тут много разных уже их невозможно как-то систематизировать ну вот можно конечно но слишком долго тогда это все займет вам уже пора выходить самостоятельно и штриховую импровизацию если надо будет я подумаю еще отдельное видео именно где мы это как-то систематизируем но сейчас я вам предлагаю уже чтобы вы штрихи разные внедряли и ритмы тоже разные внедряли не играли все просто каким-то одним ритмом что все это было по-разному поехали я вам это буду все показывать то есть сам это пройду и вы посмотрите и будете перебирать уже свои варианты у вас и мог может получиться что-то другое но это получается случайным образом это заранее как бы не не учится но это просто невозможно заранее столько выучить если мы с вами все 30 тональности будем играть невозможно же выучить разные последовательности такие вот 30 штук это память тут вообще не не участвует просто слух знания звуковых составов моторика я не знаю как это объяснить но это генерируется и важно чтобы мозг точно отмечал что вы играете именно в ритме и штрихах вы можете не задумываться о том какой именно это штрих но чтоб он был вот так вот непростая задача уже получается поехали значит сначала у нас две тональности ля минор и до мажор попробуем что у нас получится параллельный мажор можете просто звуки тянуть если вам сложно вот но чтобы септимы всегда были то есть септимы сейчас уже участвует участвует вот эти вот викинги септимии можно даже так назвать но можно так и называть и так это ля ля минор и до мажор дальше поехали ну куда пойдем ну давайте пойдем в сторону диезов поднимаемся выше там у нас ми минор и соль мажор ми миноре доминанта мы мы знаем си мажор си радиус фа диез а чтобы си септ надо добавить еще получится ля все звуки септаккорда должны располагаться по перциям то есть си до ре ре ми фа фа соль ля три пальца вы должны загнуть а из кампика увидите вот какая-то нота и так и определяете здесь ля уже наизусть надо помнить что си радиус фа диез ля вот он они они везде вот везде си радиус фа диез ля вы можете их откуда угодно выбирать и значит параллельный мажор соль мажор там доминанта ресепт это ре фа диез ля до то есть вот . до добавляется поехали в ми минор чеки ну ми миноре и соль мажор и вот по тому квадрату как я сказал мажор и мажор и мажор и мажор и в конце можете последний аккордик чуть попасть побольше потянуть не так вот а вот так вот это если вы заканчиваете потом на следующем видео думаю мы будем идти уже без остановки по всем тональностям а для этого я вот именно такую убил левую руку вот именно в такой последовательности там ну мне больше понравится как звучит вот то есть видите уже разные штрихи разные длительности триоли пока не использую пока не использую но если вы можете можно и триоли использовать если я буду грубо говоря расслабившись это делать можно вообще по одному звуку то есть простой самый вариант вот такой любые тональность си минор си минор си минор и ре мажор си миноре доминанта у нас фа диас сет это будут звуки фа диас ля диас до диас ми ми то есть вот ми должны обязательно задействовать и в параллельном мажоре в ре мажоре у нас доминанта ля сет ля до диас ми соль соль то есть должны соль задействовать ну поехали си минор ре мажор может быть его использовать если вы ее знаете ну это когда вы например вот такие триоли на каждый на бас триоль на аккорд триоль ну и ритмических рисунков их может быть много разных пока импровизируйте в том в какой вы вот реально осознаете что вы можете его применять я сейчас сильно сложные не не делаю вот самое базовое что были у вас разные штрихи но определенные и разные длительности ну кому если кому все сильно сложно можете просто по одной ноте тянуть но уже это будет не просто разбор по нотам уже вы будете это делать осознанно понимая звуковые составы вот так вот дальше фа диез минор и ля мажор фа диез миноре у нас доминанта до диез септ это звуки до диез ми диез соль диез си то есть си добавляется септиму а в ля мажоре для мажоре у нас доминанта ми септ это получается звуки ми соль диез си ре вот они ми соль диез си ре но мы кстати этот аккорд уже проходили когда это было доминанта для миноре но для мажоре тоже в качестве доминанта мы используем то есть мы в миноре но я уже про это говорил в миноре в качестве доминанта в доминанте автоккорд малый мажор не и в миноре и в мажоре но тоника понятно у минора минорного мажора мажорная а субдоминанта мы используем сейчас у мажора мажорную а у минора собственно тоже не нужно хотя могут быть другие тоже варианты но пока вот таких схемах таких схемах то есть вы ставите себя в определенные рамки чтобы осмотреть осмыслить а осмыслить и эту задачу хорошо бы но уже сейчас уже должны этих аккордах многие песни построен просто нужно еще вводить звуки которые не входят в эти аккорды об это все и получится элементарно но научитесь сначала вот так ходить то есть сначала поставьте себе технику хорошую штрихи и уже потом профессионально будете делать свои подборы какие даже без нот это сейчас без нот у нас идет если ну ладно время сейчас не буду тратить но если например мне надо на какую-то мелодию уже обработку я сяду возьму ноты не спешу потому что если так вот придумывать придумывать может как бы ну не запомниться то есть память уже немножко может подвести если вы что длинное придумаете тогда ноты да а вообще вот сейчас спонтанно тут надо ничего записывать это сейчас не рисуется какой-то образ это мы с вами тренируемся такая вот ритмический штриховая импровизация вот в данном квадратики данном квадратики и так поехали ну или несколько квадрат как угодно называть так фа диез минор и ля мажор попробуем и Играет музыка. Вот так, как вариант. Дальше. До диез минор и ми мажор. Я уже не говорю, сколько знаков приключения. Уже пора нам дальше двигаться. Это все должно быть понятно, что 4 диеза приключения. Доминанта у нас соль диез, септаккорд. Сразу вы должны его уже ставить по штампику. И звуки соль диез, си диез. Понимаете, когда по терциям, это обязательно, что соль, си, ре, фа. Но только вот знаки. Это еще нужны, если где-то их нет. Соль диез, си диез, си диез, ре и фа диез. То есть добавляется фа диез. А в ми мажоре доминанта это си, септаккорд. Си, ре, фа диез, я. Я просто запомнил, что это си, си, ре, диез, фа, диез, ля и гуляю по нему. Ну конечно он состоит из интервалов, это все понятно. Но на ходу-то некогда, как бы вам это анализировать. Вы должны сразу ходить, сразу ходить, спонтанно. У кого, насколько получится. Чем больше будете заниматься, тем меньше ошибок. Вот очень просто. Надо тренироваться. Итак, ну поехали. До диез минор. ПОДПИШИСЬ! Вот как-то так, например. Дальше. Соль диез минор. Соль диез минор. И си мажор. Ну в соль диез миноре доминанта, ре диез, сеп. Это получаются звуки. Ре диез, фа, буль диез, ля диез это вы знаете. И еще один до диез. То есть еще один до диез. Вот до диез вы должны задействовать, дамы и господа. А как? Пора, пора задействовать. Дальше. В си мажоре, в си мажоре доминанта это фа диез септ. Это звуки фа диез, ля диез, до диез ми. То есть тут ми. Вот. Си мажор. Так. И перемещаемся в соль диез минор. Поехали. Дальше. Ре диез минор. У него доминанта ля диез септ. Это получаются звуки. Текс. Ля, до, ми, соль. Но. Ля диез. До, до, дубль диез. Ми диез. Соль диез. Но по терциям обязательно, чтобы были расположены. Если представить по линейкам ля до ми, соль. Это как раз между линейчик. Ну соль, то если еще верхнюю добавочную нарисовать, там, ну с тряпкой октаве, конечно, вы представляете. Я имел ввиду, когда ля, первая октава. Между линейками. То есть терции, либо между линейками, либо на линейках. Помните, я вам говорил, снеговик и шашлык. Вот это представляете, и вам несложно будет назвать этот звук. А потом, вы что-то визуально его должны запомнить. И такая визуальная память позволит вам и ходить по этим звукам. И это все со слухом увяжется. И что называется, ни в какой песне не потеряйтесь. Ни в какой песне не потеряйтесь. Итак, вот, значит, это доминанто. Доминанто, ля диез септ, бра диез миноре. А параллельный мажор, фа диез мажор, у него доминанто, до диез септ. То есть до ми соль си, но какие вы знаете, видите, это будет до диез, ми диез, соль диез, си. До диез, ми диез, соль диез, си. То есть вот си. Нужно, чтобы у вас обязательно си появилось в этой вот импровизации. Какие вот я условия поставил? Ну, попробуем. Какой-нибудь простой случай возьмем. Вот, дальше. Ну и, наконец, ля диез минор и до диез мажор. Семь диезов при ключе. В ля диез миноре у нас доминанто ми диез септ. Ми диез септ. Это получается ми, соль, си, ре. Но, смотрите, как тут интересно. Ми диез, соль, дубль диез, си диез, ре диез. Ми, соль, си, ре. Вот, с такими значками. Ре диез, ре диез. А в до диез мажоре у нас доминанто соль диез септ. Соль диез септ. То есть соль, си, ре, фа. Но с какими знаками? Смотрите. Соль диез, си диез, ре диез, фа диез. Вот и все. Ну, она нам уже встречалась. Это же еще доминанто к до диез минору. Но просто сейчас к до диез мажору. Вот. И тональность минор на у нас ля диез минор. Так, поехали. Импровизируем, значит, ритмически и по штрихам вот в этих тональностях, в этом квадратике, который я сказал. Ну, как-то так. Это может пока быть случайным образом. Постепенно, когда вы так походите, походите, вы сами для себя только определитесь, в какой степени, вот ритма и штрихах вы можете импровизировать. И сильно сложно, не берите. Тут уже это не рассказать более еще детально. Ну, можно, конечно, попробовать, но только там так много вариантов. Я, конечно, подумаю. Я сам думаю, как вот это все систематизировать. Но показываю. Вот хотя бы так. Вот в таких простых случаях вы должны себя чувствовать уверенно. То есть, не ошибаться. Не ошибаться. Как в следующем видео будем производить такой великий поход по всем тональностям. Там уже без монтажа. Сейчас бывает, если у меня что-нибудь не получится, где-нибудь остановлюсь, то я этот дубль не засчитываю. Я играю, пока у меня не получится. Если вы, ну, видите, склейте видео, то это значит, что я просто, допустим, играл, мне либо не понравился этот вариант, ну, либо где-то я ошибся. Вот. Но когда я буду подниматься уже по всем тональностям, там, и мне придется поработать, чтобы не ошибаться, и чтобы при этом не было уж слишком однообразным. Но вот фантазия уже, фантазия, это как по настроению. Понимаете? Это тоже невозможно, чтобы работа такая у вас была. Импровизатор, вот вы каждый день должны. Можно, конечно, но у меня все равно это связано еще с настроением. Вот сегодня я немножко подустал даже, можно сказать. Но этот урок нужно обязательно сегодня записать. Потому что дальше охота уже постепенно на аккорды переходить, какие-нибудь образы, фантазии. Но нужно базу заложить. Без этой базы вы никуда. Поэтому, поэтому, диезные тональности прошли. Дальше, теперь пройдем все бемольные. А все бемольные тональности мы с вами, дамы и господа, пройдем уже на следующем уроке. На следующем уроке я вас сильно утомлять не буду. Даю вам направление, в котором вы должны двигаться. Все, а на этом уроке мы пока закончим. Чтоб сильно длинными видео не были, а то иначе их монтировать приходится так долго, что можно с ума сойти. Поэтому переключаемся на следующий урок. И там мы будем уже при этих условиях все бемольные тональности. С вами был Александр Плей. Занимайтесь на баяне. Всем пока, я считаю.